Друзья, привет вам! Знаете, где я сейчас нахожусь? Кто угадает? Видите, написано? Народное собрание. Это София, столица Республики Болгария. Я лечу в Армению. Поскольку прямых рейсов сейчас между Арменией и Израилем нету, но в том числе из-за войны Израиля в Газии, в Ливане, Хизбалла и все прочее, то приходится лететь до Софии, до Болгарии и из Болгарии собственно говоря в Армению. Болгария, кстати, очень прикольная страна. Здесь на каждом шагу можно найти что-то неожиданное и интересное, даже, казалось бы, здесь. Смотрите, такая мощная, гигантоманская, сталинистская архитектура. Но вот буквально у меня за спиной, вот если пройти вот туда, в этот коридор, сейчас покажу, какая там красота. Еще раз смотрите. Вот напоминает Москву, Киев, Харьков, то есть вот это все 50-е и 60-е годы. Заходим во двор. И во дворе находится старинная церковь византийского периода. Вот какая красота. Мне, откровенно говоря, даже немножко обидно, что 99% туристов рассматривают Болгарию исключительно как курорты Варны, Бургаса, вот это вот, золотые пясы, золотые пески, солнечный берег и все прочее. Болгария намного интереснее. Это старинные города, типа Пловдива, Великотырнова, Несебер, Созопол. Это замечательные горы, высоченные балканские горы, там доходящие почти до 3000 метров, снежные вершины, горные озера, ущелья, пещеры. Чудесная страна. Но сегодня мы будем говорить не про Болгарию, а, как говорится, про наших баранов. Вы понимаете, кого я имею в виду. Кстати, ребят, обратите внимание, что там написано. Аллея Бориса Немцова, прикиньте, я совершенно случайно это заметил. Интересно, как мир тесит, его здесь тоже знают. И все-таки вернемся к теме наших баранов. Ну, я имею в виду азербайджанские дела, скорбные. У меня, кстати, за спиной находится крупнейший университет Софии. Поговорить я хотел по поводу того, насколько эффективно правительство Армении занимается вопросом армянских военнопленных и арцахских политиков. Ну, не секрет, что правительство Николы Пашиняна постоянно получает просто море критики насчет того, что якобы Пашиняну наплевать на военнопленных, наплевать на арцахских политиков, что они их не хотят вытаскивать, они их всех считают российскими агентами. И обо всем якобы договорились с Алиевым и так далее, и так далее. Знаете, если вы спросите мое мнение, я бы сказал так, правда всегда находится посередине. И не все то, что кажется, оно все реально так. Например, в Израиле, откуда я буквально сегодня прилетел, более 200 израильтян, граждан Израиля, были захвачены боевиками Хамаса 7 октября 2023 года, в тот же день, когда боевики, террористы Хамаса провели страшную резню, вырезав 1400 мирных жителей пригранических террористских поселений, что послужило началом текущей войны между Израилем и Хамасом открывались рации и мобильные телефоны. И суммарно погибло более 30 боевиков Хизбаллы. Причем есть различные источники, есть источники, которые называют от 200 до 300, якобы Хизбалла это скрывает. Но достоверно известно про более чем 6000 раненых, из которых половина тяжелораненых. Причем ранения в основном такие, которые ну как минимум заставят этих людей остаток жизни провести с калоприемниками и с палочкой слепого. Ну вот эти вот все телефоны, все это то, что взрывалось. Ливанские СМИ пишут про то, что порядка 500 активистов Хизбаллы порядка 500 полностью лишили зрения и стали слепыми, а порядка 300 потеряли половой органы. А остальные получили разрывы живота. Ну вот где люди носят обычно пейджеры? Вот здесь носят, да? разрывы живота получили, тяжелые травмы кишечника, ног, половых органов и так далее, и так далее. Грубо говоря, без единого выстрела Израиль вывел из строя более 6000 своих противников без единого выстрела. причем пейджеры раздавали не рядовым бойцам Хизбаллы не рядовым их раздавали офицерскому составу. То есть вы представляете различные СМИ пишут о том, что от 30 до 40 процентов всего офицерского состава Хизбаллы стали инвалидами причем за одну минуту. Вы сейчас спросите, какое это имеет отношение к армянским военнопленным и к пашинямам? А отношение имеет самое прямое. Понимаете, Азербайджан держит армянских военнопленных и арцарских политиков в качестве заложника именно в качестве заложника. По одной простой причине азербайджанцы торгаши они любят торговаться и пытаться что-нибудь за кого-нибудь получить. За меня они пытались получить от Израиля военные технологии и получили как известно вот что кукиш ни хрена не получили и взбесившись они допустили нападение на меня в тюрьме меня там вчетвером забили четыре азербайджанца в масках и оказался в реанимации и позже Азербайджан признал Европейский суд по правам человека виновным и в незаконном аресте и в пытках и покушении на убийство то есть со мной Азербайджан проиграл по полной программе и вряд ли у Азербайджана в ближайшее время возникнет желание вести грязный торг с Израилем они с Израилем мутят свои схемы они решили с Израилем попробовать ну как сказать поиграть с Израилем методом шантажа и угроз держать меня в тюрьме и пытаться что-то за меня получить видимо Израилем мало дронов продавал решили что-то еще попробовать им ничего не дали и еще Израиль и подставил поскольку именно благодаря израильской судебно-медицинской экспертизе которая указала что меня пытались именно убить а не суицид как заявили власти Азербайджана именно на основании израильской судебно-медицинской экспертизы Европейский суд права человека в Страсбурге признал Азербайджан виновным пытках покушения на убийство вот именно благодаря этому то есть я считаю со стороны Израиля это была знаете пощечина такая азербайджанцам ну дружеская пощечина их отношения не испортились просто евреи дали понять азербайджанцам мусульманам что с нами вот эти вот методы не работают мы вам недобродушные армяне мы вас так нагнем что мало не покажется вот тоже достопримечательность вот немногие туристы знают что это вот на этом месте примерно до 2000 года даже чуть раньше кажется до 97-98 тут стоял мавзолей Георгия Димитрова одного из лидеров ну так сказать создателей болгарской народной республики коммунистической вот здесь стоял мавзолей а когда в Болгарии пал коммунизм естественно тело его отсюда убрали а потом собственно разрушили и сам мавзолей тут же рядом находится музей ну вот такое вот красивое место и вот здесь стоял мавзолей я кстати знаете когда в Болгарию приехал в первый раз это был кажется год 99-й ну как бы мавзолея уже насколько я помню его не было но здесь как-то все было перекопано то есть он был такой большой массивный окружено заборами а сейчас здесь сделали вокруг вот такой вот большущий шикарный парк такими же военнопленными а в сасскими политиками сложилась парадоксальная ситуация то есть азербайджанцы за них торгуются и чем больше шума поднимается вокруг необходимости их освободить тем больше как бы это играет на руку Алиева вот вы понимаете логику которую я до вас донести я целиком и полностью за то что Армения должна сделать все необходимо чтобы освободить этих людей армянских солдат прежде всего которые сражались за родину и граждане Армении это 100% вопрос как ты это делаешь да не важно как ты это делаешь главное чтобы они вышли на свободу вернулись домой Израиль что делает порядка 100 израильских заложников продолжает оставаться в Газе в туннелях Хамаса десятки из них были убиты что делает Израиль Израиль наносит такой колоссальный вред и Хамасу и Хизбалле чего стоят только взрывы этих пейджеров ну вот вы представляете то есть вот из-за этих 100 заложников грубо говоря весь командный состав ну значительной части Хизбаллы потерял извиняюсь половые органы и глаза помимо того что весь Юк Ливана превращен просто в мертвую зону в абсолютные развалины Газа как Сталинград в 43 году 43 тысячи убитых палестинцев все нахрен разрушено и все это из-за тех заложников как вы думаете очень скоро у них возникнет желание повторить такое я не думаю вот этот цикл вот этот цикл насилия он в какой-то момент закончится безусловно закончится у Израиля будет 20-30 лет мирной жизни как и до этого было 20-30 лет мирной жизни к сожалению когда вы имеете дело с мусульманским миром там немножко другие ценности работают но мы опять возвращаемся к Николу Пашиняну и переговорам по заложникам и так смотрите чем больше шума поднимается что Никол Пашинян якобы ничего не делает кстати я не думаю что ничего не делает они очень много делают так сказать не освещая это в политическом плане они пытаются строительство Пашиняна пытается создать некий негативный имидж Азербайджана в мире они пытаются всячески давить конечно Армения не может так давить на Азербайджан как Израиль давит на палестинцев и ливанскую хизбалу если бы Армения имела возможность одним нажатием кнопки оторвать яйца половине азербайджанской армии за минуту ну наверное Армения бы это сделала к сожалению Армения таких ресурсов не имеет но как и не могут они это делают еще один пример приведу что французский гражданин Тео Клер извиняюсь Тео Клер который разрисовал вагоны бакинского метрополитена сначала был наказан судом и выплатил штраф порядка 6500-7000 евро и потом его вдруг арестовывают повторно и обвиняют там в преступлениях против государства вот на прошлой неделе суд бакинский его приговорил к трем годам лишения свободы его теперь Азербайджан выставил на торги и взамен хочет чтобы Франция прекратила активное сотрудничество с республикой Армения в том числе военное и политическое сотрудничество теперь задается вопрос вот я эту тему обсуждал а давайте я не буду говорить с кем эту тему обсуждал не стоит эту тему обсуждать сейчас прилюдно но поверьте обсуждал с кем надо обсуждать и там складывается такая ситуация если поднимать большой шум вокруг этого француза Тео Клера и Франция будет за него биться это то что нужно Алиеву поскольку будет усилено давление на Макрона на президента Франции на Макрона с тем чтобы он пошел на любые уступки Азербайджана чтобы освободить своего гражданина в таком случае пострадают интересы Армении потому что это то что хотят азербайджанцев взамен на его освобождение поэтому Франция пытается через свои каналы доставить боль Азербайджану но не афиширует он и делает это аккуратно но по разным позициям но к сожалению и гражданин находится в тюрьме а что вы хотите чтобы Франция сказала окей мы больше не будем сотрудничать с Арменией и давайте нашего гражданина вот вы хотели бы чтобы так было политика ребят грязная штука и там все работает немного не так как среди друзей поэтому Пашиняна и его правительство я считаю что они делают делают то что могут в рамках конкретной негативной для Армении ситуации а что вы хотите чтобы они сделали допустим Алиев хочет получить половину озера Сиван взамен на этих на пленных да вот я понимаю как себя чувствуют члены семей похищенных и заложников я понимаю я сам был пленным и заложником в Азербайджане моя семья страдала но постарайтесь вот постарайтесь я понимаю что это сложно абстрагироваться и посмотреть на ситуацию с государственной точки зрения чем вы готовы жертвовать чтобы вот здесь и сейчас получить этих людей вот попробуйте подумать вы готовы отдать Сиван вы готовы отдать Сюник что вы еще готовы вы готовы открыть Зангизурский коридор и пустить там азербайджанцев чтобы азербайджанские солдаты гуляли по Мегри вы готовы я вам серьезно говорю если вы готовы как говорится вперед но я сомневаюсь что вы готовы Израиль не был готов за меня дать ничего никаких технологий Азербайджан абсолютно ничего кончилось тешно забили до полусмерти и сам же Азербайджан оказался в дураках я мог погибнуть но с точки зрения Израиля нападение на меня было выгодно я вовсе не хочу сказать что Израиль организовал нападение на меня в бакинской тюрьме израильтяне могли это сделать технически вы смотрите как они взорвали пейджеры рации телефоны тысяч граждан Ливана Сирии и Ирака грохнуть меня в тюрьме Мусат мог в 2 секунды но нет они это делать не будут зачем это сделали азербайджанцы которые хотели насолить Эльхаму Алиеву и заодно возможно подыграть Израилю вот то есть вот понимаете вот надо всегда отодвигать эмоции и стараться мыслить глобально глобально когда вы пытаетесь давить на Никола Пашиняна и говорит он ни хрена не делает я думаю делают это я убежден делают делают но во первых не все можно сделать так быстро не забывайте я 9 месяцев провел в азербайджанской тюрьме а француз этот уже сидит с марта француз гражданин ядерной державы и одной из ведущих стран Европейского Союза с марта сидит в тюрьме французы ничего не могут сделать а что должны французы сделать вы реально хотите чтобы не прервали отношения с Армении взамен всегда вот думаете об этом когда вы давите на Пашиняна обвиняете его в абсолютном бездействии вы этим подыгрываете невольно Ильхаму Алиеву я серьезно вам говорю потому что Ильхам того и хочет чтобы было оказано давление на правительство Армении чтобы правительство Армении пошло на любые уступки на любые территориальные политические чтобы получить военнопленных это очень тяжелый баланс очень тяжелый баланс между моралью и этикой и суровой политикой но этот баланс нужно соблюдать вы со мной согласны? на этом ребят я заканчиваю благодарю вас что посмотрели привет вам из хотел сказать солнечной Болгарии честно говоря тут идет дождь и довольно прохладно и у меня сейчас уже на камеру капают капельки дождя ребят еще хочу сказать что мне очень нужна ваша помощь через уже 8 дней я лечу в Японию где будет очень много встреч в японских университетах встреч с японскими общественными активистами журналистами встреч будет больше чем я планировал я серьезно вылетаю из бюджета буду очень очень благодарен за вашу поддержку если вы думаете что кто-то там меня пригласил и финансирует абсолютно нет япония мне не оплачивает ни одного доллара ни одного я еду за свой счет вот реально я еду просто свой счет за свой счет покупаю билеты за свой счет бронирую отели даже не отели это капсульные отели самые дешевые капсульные отели где вы как в гробу живете в крохотном таком вот ящик из дверцы это самый дешевый вариант нажимать японию потому что япония не дешевая страна мне никто не платит за перелеты из Токио например в город Саппоро на острове Хоккайдо на встрече там мне никто не платит за шинкансен скоростной поезд в Осаку где у меня тоже встречи по поводу Армении Арцаха преступлений Азербайджана только мои собственные деньги и ваша ваша поддержка и я каждому из вас ребят ребят девчат хочу сейчас сказать спасибо я бы всех благодарил я вижу имена людей которые мне присылают помощь я вижу я просто не уверен что как бы я должен публиковать вот персональную благодарность я не уверен что вы хотели бы чтобы все знали кто мне помогает но знаете я каждого из вас ребят знаю каждого из вас и я вам искренне от души благодарен спасибо вам и сейчас будут реквизиты моих банковских счетов спасибо и пока шалом не из Израиля из Болгарии пока субтитры